Продолжение следует... Продолжение следует... Ко мне недавно приходила девушка из стартапов и говорила следующие умные слова. «Леонид, а вот у вас сайт какой-то хреновенький для цифрового агентства, как-то он у вас не продает?» Я говорю, все верно. Основная витрина, которая продает, это мое лицо. Практически все продажи завязаны на меня лично. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что это незаменимый инструмент в бизнесе. Я не могу самого себя угодить. И вы понимаете, о чем идет речь, если вы владелец бизнеса, потому что большинство сделок и большинство отношений держатся на вас, на личности, на персонале. Соответственно, ваша компания сливается в голове ваших потребителей с вами. Я компания продукт, скорее всего, это тройственная единица. Вы и компания, и продукт, и обещание рынку, и выполнение этого обещания, все в одном. Но это абсолютно нормальная ситуация для малого бизнеса. И для меня это как раз нормальная ситуация, которую я без себя сознательно построил вокруг и не планирую ее изменять. Для меня это осознанное стратегическое решение. Каким образом выстраиваются в этот момент отношения и с кем? Естественно, мы все хотим заключать большего размера сделки. Вот это понятие относительно креативные или хорошо креативные точно так же применимо, например, в случае с клиентами. У вас есть клиенты, они какого-то порядка. Относительно вас это текущий порядок вещей. Всегда, всегда, всегда будут птицы высокого полета. Это те люди, которые выше вас под своим достижением, которые в настоящий момент вы оцениваете как более высокие. Будь то бизнес, спорт, либо возможность чему-то поучиться помимо этих двух ключевых, скажем так, сфер, которые меня интересуют. Мы будем говорить про то, что птица высокого полета – это человек, который выше вас либо по социальной лестнице, по социальным ступенькам, либо по устремлениям. Это очень важная конструкция, потому что существуют люди, в том числе в этом зале, которых я отслеживаю, знаю и понимаю, что они моложе меня. Но при этом их график роста в какой-то момент явно будет круче и выше, чем у меня. И это потенциальные птицы высокого полета. Если их не собьет дробовик, у них все будет хорошо и все отлично. Но это такой лейтенант на взлете. Для меня это очень интересные люди, потому что общаться с ними – это как раз инвестиция времени в будущее развития отношений. Представьте себе ситуацию. Вы сейчас хотите познакомиться с человеком, который отвечает за бюджеты миллиардного толка в группе компаний очень большой, которая географически распределена, и вы не можете понять, каким образом к нему подойти. Это состоявшаяся птица высокого полета, у него есть ограничители доступа к телу, существует очень интересная должность. У меня где-то на визитке лежит дома руководитель службы протокола, например. Это человек, который сознательно ограничивает доступ к лицу, принимающей решения. И недавно в Фейсбуке кто-то у меня написал в друзьях, мало того, что у нас есть лица, принимающие решения, лица, принимающие реальные решения. Вот это для меня как раз открытие последнего месяца, потому что это действительно так и есть. Существует номинальный генеральный директор, он кивает головой, подтверждает вам контракт, подписывает все, а потом оказывается, что приходит акционер и говорит, не-не-не-не, ребята, вы меня послушайте, сейчас я вам всему научу. И вот это вот очень интересная ситуация. Во всем этом многообразии приходится каким-то образом ориентироваться. Я ориентируюсь тем, что консультирую бизнесы и учусь в том числе как раз на ваших ошибках, на ваших достижениях. На достижениях учиться гораздо интереснее и быстрее. Наша миссия, как я ее сформулировал, это помогать компаниям выходить на новый уровень максимальной эффективности, закрепляться на этом уровне, не падать обратно и идти с этой платформы дальше и дальше. Соответственно, это очень сложная задача, потому что необходимо использовать современные инструменты для раскрытия лидерского потенциала и постоянно быть впереди. Чуть-чуть, но впереди. Мне очень нравится фраза «вризно трафик on the last mile». Нет пробок на последней миле, которую необходимо преодолеть. Поэтому все самые последние, самые интересные, самые эффективные находки мы внедряем тут же моментально, потому что понимаем, что у нас есть 3-4 месяца для того, чтобы они работали, а в дальнейшем они становятся дженерик, они становятся самыми обыкновенными решениями, которыми пользуются все. Вы можете использовать хэштег «Лбугаев» для того, чтобы меня фотографировать, выкладывать в социальные сети. Мне будет приятно, мы с вами подружимся и будем развивать отношения птиц высокого полета, потому что вы для меня точно так же все птицы высокого полета. Зная сумму, которую вы выложили за участие в этом мероприятии, я понимаю, что это достаточно серьезное достижение, которое мне, например, в 20 лет было невозможно представить. Надеюсь, вы это понимаете. В современном текущем состоянии экономики многие жалуются на кризис и на «плохо-плохо-плохо». Я могу сказать так. Кризис – это всего лишь тот момент, когда все начинают очень внимательно тратить деньги. Деньги уходят вниз, и там, где вы раньше видели озеро возможностей, потоки денег, кэшфлоу, которые просто подойди, возьми рукой, вот так вот поиграй и сразу выловишь золотой слиток, сейчас это совершенно другая ситуация. У нас сегодня с женой был очень интересный разговор, она мне кладет на стол договор с детским садом, говорит, так, оплати мне вот эту вот штуку, пожалуйста, я говорю, стоп-стоп-стоп, ты же знаешь, да, у нас сейчас как бы траты по вот этой части превышены, рассматриваем вечером на семейном совете и, соответственно, тратим только после этого. Она говорит, вот черт, я думал, прохалявить, прокатит все на скорости, потому что Леня собирался в Сколково ехать. Нет, не прокатило. Вот это то, что вы наблюдаете сейчас у себя в бизнесе, когда любые попытки свободных денег, либо свободных, соответственно, клиентов приводят к необходимости использовать инструменты там, где раньше была сеть и там, где раньше, собственно, клиенты сами валом шли к вам в гости, необходимо их искать. Это основной разворот и основное отличие от текущей экономической ситуации, от того, что было еще недавно и относительно рано. Кризис – это для меня, опять же, возможности, в первую очередь, это очень клево, это интересно. И самое главное – кризис в головах. Посмотрите, солнце продолжает вставать и садиться. Я надеюсь, оно встало сегодня на востоке, а село на закате. Я ничего не перепутал с этими двумя определениями. И это будет продолжаться. Меняются всего лишь экономические отношения между участниками рынка, между людьми. Ваша задача в этот момент, опять же, идентифицировать клиентов и птиц высокого полета и понять, какие необходимо использовать инструменты для достижения результатов. Мы работаем в бизнесе, у нас есть один из ключевых показателей – это прибыль. Меня она интересует, несмотря на то, что я занимаюсь таким странным продуктом, как дизайн, например. Потому что продавать дизайн можно как за 0 рублей, 0 копеек. Вчера ко мне на собеседование приходила девушка, которая показала 2 года работ и при этом не показала ни одной коммерческой работы. Она говорит, не покупают. Я говорю, это потому что ты не продаешь. Потому что ты делаешь все время за бесплатно. Так вот, моя мысль и моя мечта о том, что ваша работа заслуживает большего с точки зрения оценки ее рынка. Понятно, что можно говорить, что, ну черт возьми, не покупают, потому что у этого такая ценность. Еще раз повторюсь, связи с птицами высокого полета – это для меня высокие продажи и сложные сделки. Я проиллюстрирую это понятие на некоторых слайдах. В первую очередь, сначала выстраивание доверительных отношений с птицами высокого полета через развитие взаимовыгодных деловых доверительных отношений. Сначала доверие, сначала связи, сначала нетворкинг. И только потом помоги мне с помощью, опять же, каких-то сложных продуктов, которые помогут вам заработать деньги. Именно такая последовательность. К сожалению, у нас в стране все принято наоборот. Найти человека, хапнуть, украсть и на багамы. Ну вот такая модель, в принципе, почему-то приветствуется. Я верю в то, что эту модель можно изменить и можно перестроить в головах. Потому что она, в первую очередь, психологическая. Дам вам сразу моментально 7 инструментов, которые вам помогут. В этом это можно записать, можно не записывать, потому что эти слайды я с радостью вам выдам в конце своего выступления. Объект интереса. Пункт первый. Вы фокусируетесь на человеке, он при этом фокусируется не на вас. Понимайте, пожалуйста, что существует два объекта интереса. Вы пытаетесь войти в взаимодействие с человеком. У него в этот момент интерес совершенно другой. Если это птица высокого полета, вам необходимо знать, каков объект интереса в текущем состоянии бизнеса, человека, с которым вы хотите выстраивать эти отношения. Может быть, он планирует выстроить коттеджный поселок в Подмосковье. А вы к нему приходите с предложением по-прежнему в том проекте, который он строил еще два года назад. Это всего лишь аналитика и исследование, и разговоры с его ближайшим окружением. Это в первую очередь инструмент, объект интереса, утвердить то, что человек ищет в данный момент. Очень хорошо, опять же, в этом помогают публичные люди, которые озвучивают, скажем так, свое притязание, свои поиски, потому что мы можем сразу моментально прийти и сказать, я знаю, что ты ищешь это, вот что есть у меня для того, чтобы это помочь тебе. Я вам должен, I owe you. Любая транзакционная сделка, которая не вовлекает деньги, будь то время, информация, данные, приводит к меня к четкому пониманию, что я должен человеку. Вот смотрите, об этом писал Павел Акаэлья в своих книгах, например, это «Эмоциональный банк данных». Очень хорошо, если вы чувствуете, что вы человеку должны. Это значит, что вы должны ему, в свою очередь, дать обратно. Это один из базовых принципов нетворкинга, который очень часто нарушается людьми, потому что они занимают эксплуатационную позицию. Они считают, что все, весь мир им должен. Несите, несите борзыми щеками. Ну вот, прямо. Когда я чувствую, что я должен дизайнеру Даши, которая сидит на первом ряду и делает отличную работу по созданию лендингов в течение 48 часов, я поднимаю ее и показываю ее работу и рассказываю всем своим коллегам, партнерам, кто у меня есть в качестве субподрядчиков. Вот это история про эмоциональные отношения. Когда Юрий Михайлович фотографирует и делает отличное фото, которое мы можем использовать в деловых презентациях, я об этом рассказываю, и он сидит на первом ряду и улыбается. Вот это транзакционные отношения в системе нетворкинга в качестве бартера. Опять же, покажу вам, какие есть другие методики. Глубина коммуникации. Вы рассчитываете на то, что все произойдет быстро, но это как раз обратная ситуация, которую необходимо понять. Если вы хотите получать высокие сделки, вам необходимо инвестировать не деньги, но время. И время – это в первую очередь глубина коммуникации. Я покажу более развернутый слайд, который даст вам понимание, каким образом вы можете выстроить глубокие коммуникации с нужным человеком. Я сейчас пропущу 5у, я рассчитывал на 45 минут, а у меня это 30, по-моему, поэтому приходите ко мне через 30 минут в личные консультации, мы с вами поговорим про это. Время на доверие – очень важный параметр, который я словил на практике в Швеции. Я выстраивал отношения и по московской, по российской методике очень быстро хотел получить результатом заключенный контракт. В различных организациях, в различных компаниях, в различных нациях необходимо разное время на выстраивание доверительных отношений. В Швеции это может занимать 3 года. Прежде чем человек, который с вами очень близок, доверительно говорит, это мой коллега, приятель, но не друг, когда он станет называть вас другом, может пройти 3 года. У нас все гораздо быстрее. Просто потому, что мы ментально отличаемся от Швеции по психотипу, по складу. Время на реакцию. Существуют люди, которые готовы моментально выдать реакцию, которую вы ждете, а существуют люди, которые, опять же, интроверты, которые замкнуты, и они не готовы ни улыбаться, ни негодовать. Вы должны понимать, что существуют медленные тугодумы, которые способны влюбиться, но через какое-то время. И, опять же, это очень важно. Невероятная ошибка в тот момент, когда мы все гоняемся за визитками, мы ломимся, собираем вот таким вот образом на кофебрейках очень ценные, важные, нужные контакты, и потом не делаем единственный шаг, который нужен. Фоллоуап. Меня в агентстве били за это железными прутьями, когда я был еще молодым подаваном. Любой контакт – это в течение 24 рабочих часов написать человеку электронное письмо со словами «спасибо» и придумать, за что спасибо. Вот это фоллоуап. Вы встретились, вы познакомились, у вас есть база контактов, вы не понимаете, зачем вам этот человек нужен, хотя бы напишите ему письмо, которое станет первым якорем в вашей будущей коммуникации, когда вы вспомните об этом контакте через 3 месяца и скажите, черт возьми, мы с ним познакомились на DiveWin Sales, у меня есть визитка человека, который занимается премиальными перевозками и возит суперавтомобили. Вот Диана рассказывала про этот кейс, мне он очень понравился. Компания, которая оборачивает пленкой автомобили для того, чтобы их не поцарапать. И вы понимаете сразу уровень сервисов этой компании. Вот такой контакт, вы о нем вспоминаете только спустя полгода и начинаете судорожно пытаться вспомнить, как наладить контакт. Фоллоуап – это всего лишь ваш шанс, ваша возможность оставить крючок, оставить якорь для того, чтобы сказать, помните, я вам писал. Давайте вернемся к этому разговору. Улыбка, уважение, обращение на «вы» – казалось бы, очевидные вещи. Ко мне недавно приходили люди, которые вот очень понебратски пытаются сразу моментально перейти на «ты». Я человек молодой душой, со мной можно на «ты». Но тогда, когда это переступается очень быстро, это вызывает настороженность. Это такое «да хорош тут это из себя строить, пойдем бухать». Но иногда это вызывает настороженность. Казалось бы, очевидные вещи. Чем выше вы забираетесь, тем важнее соблюдать формальные признаки протокола, которые необходимо просто соблюдать, потому что вы приходите в дом к человеку. И если он говорит, что в ботинках нельзя, то в ботинках нельзя. Ну вот, какие-то совершенно простые вещи. Ваша внутренняя уверенность. Вы знаете, у меня внутри-то сидит, конечно же, прекрасный заяц, колотит внутри в сердце. Это не видно снаружи. Я надеюсь, это не видно снаружи. Вы должны контролировать эту ситуацию. Это уверенность, которую вы генерируете и показываете окружающему миру. Это ваша работа. Тут ходите к психологу, выступайте публично, сходите к Радиславу Гондопасу на его публичные тренинги. Сделайте все, что угодно. Постройте для начала вот как раз этот образ уверенного, успешного человека. Потому что без этого, к сожалению, с птицами высокого полета вы не сможете достичь отношений. Ваш голос будет дрожать предательски. До тех пор, пока он будет предательски дрожать, доверие будет, может быть, просто потому, что вы узкий специалист, единственный в своем роде и еще не умерли. И это единственное ваше уникальное предложение. Уверенность внутренняя важнее, чем уверенность внешняя, потому что если вы внутри себя абсолютно уверены и знаете, что вы правы, это в том числе влияет на вашу внешнюю уверенность. Я могу на эту тему говорить еще полчаса или даже полтора часа, потому что здесь у меня есть еще большое количество наработок. Но сегодня я говорю про птиц высокого полета и как устраивать с ними сделки и продавать. Поэтому будьте самим собой, не стройте из себя кого-то другого. На этом я ловлю и себя, в том числе, потому что мне хочется быть другим, лучшим, кажущимся лучшим. Самое главное, что я понял, будьте самим собой и если вы понимаете, что вы чего-то не знаете, признаетесь в этом вашему коллеге, вашему партнеру, вашему будущему инвестору, скажите, слушайте, да, я специалист мобильной разработки, но я пойду у них спрошу. Ну вот, мне потребуется 48 часов для того, чтобы прийти к вам с ответом, я не знаю. Правильный ответ, я вернусь. Это лучшая стратегия. Какие люди вам нужны? Big, top, professional, media, money. Пять типов людей, которые вам необходимо коллекционировать для того, чтобы у вас появились, в первую очередь, слои в нетворкинге, которые в дальнейшем приведут, опять же, к устойчивому и серьезному развитию вашей профессиональной сети контактов. Первое, это большие компании, сотрудники крупных компаний, кто считает, что вы работаете в крупной компании, есть ли среди нас такие люди. Как правило, это 5-10% аудитории, они осознают свою востребованность, все вокруг них ходят, просят что-то, спрашивают, потому что это большие контракты, потому что это безбедная жизнь, если можно представить себе безбедную жизнь со службой закупкой Procter & Gamble, конечно же, если вы сталкивались с этим, то можете представить. Но наладить сотрудничество с крупной компанией выгодно просто потому, что вы сразу моментально, параллельно отгрузки товара, услуги, еще начинаете учиться у этих людей. Правилам, протоколу, таймингам, KPI, срокам, как работает огромная слаженная машина. Я этому учусь у этих людей. У этого имеется гораздо большая ценность, нежели чем факт отгрузки услуг либо товара. Второе. Это профессиональные сети топ-менеджеров. Люди, как правило, делают типичную ошибку. Они считают, что если на визитке человека написан генеральный директор, вот он, самый главный ЛППР, самый главный принимающий решение человек, и пытается продать ему. Не пытайтесь продавать этому человеку, потому что, как правило, он спускает вас опять же к человеку, который занимается конкретикой в своем секторе. И если вы пришли общаться с ним, то поучитесь, опять же, конкретно у него опыту с стратегическим принятием решений, навыку движения в агрессивной среде и достижение результата. Это то, что позволяет этим людям выживать, выживать долго и плыть в бассейне, наполненном не кислородом, не водой, а чем-то, не знаю, сероводородом. Я каждый раз удивляюсь, как они выживают во всем этом. Профи. Это все вы. Опять же, на следующем этапе развития, возможно, вы из профессионала можете перерасти и стать либо экспертом, либо диндиректором, либо человеком, который занимается менеджментом, но до поры до времени к вам приходят люди, которые спрашивают вашего совета. Если к вам приходят и спрашивают вашего совета, вы профессионал в определенной области. Соответственно, вы должны очень четко понимать, какова область вашей профессии и почему именно у вас спрашивают совета. У меня, например, вчера спрашивали совета, где найти очередной раз толкового мобильного разработчика в Москве, что является, конечно же, в очередной раз Mission Impossible, потому что деньги и спрос разрывают эту отрасль. В любом, абсолютно любом бизнесе высококлассных специалистов, замечу, высококлассных, немного. Вы понимаете, что вот она пирамида специализации, и она сейчас вырастает еще более вот с таким вот высоким углом, потому что хороших специалистов 3%, 2%, 1%, все остальные посредственности. Увы и ах. Дальше. Журналистов я очень люблю. В понедельник я выступал на конференции IT в ритейле, и сидели ребята, точно так же задали простой вопрос. Каким образом нам привлечь спонсорские деньги в наш журнал системный администратор? Я сразу задумался, у меня уже есть в голове ответ, который я буду так или иначе озвучивать и писать. Но журналисты – это в первую очередь ваша способность донести ваши идеи, ваши мысли этому миру, этому рынку, и увеличить ваш охват в десятки, в сотни раз. Ну вот, Ангелина мне не даст соврать, как раз умение и навык общаться с журналистами – это штука, которая ускоряет ваши задачи и уменьшает, опять же, бюджет на медийку, на пиар, потому что если вы, как лицо, которое умеет общаться, способны задором рассказывать про ваш продукт, даже если это всего лишь силикатные блоки, черт возьми, у вас будет хорошо, и вам, в принципе, отношение с птицами высокого полета – это уже дополнительная игра, вот как она есть. Потому что журналисты, они чувствуют точно так же правду-неправду, и вы должны уметь это делать. Последние деньги. Очевидно, деньги бывают двух типов. Деньги бывают по клиентским вещам, о них мы сейчас еще более подробно поговорим. Это деньги, которые способны вас купить, либо обеспечить ваше существование как компании. Я имею в виду инвестиции, банкиры, компании, которые занимаются так или иначе обеспечением инфраструктуры с точки зрения денег, как топлива. Вам необходимо уметь общаться с деньгами, а деньги – это всегда люди. У них есть условия, поставка, сроки, проценты, но в первую очередь вам необходимо научиться этих людей держать в базе контактов. Те люди, которые способны вам уменьшить стоимость денег, либо ускорить процесс получения этих денег. Спешка. Самый главный наш враг. Спешка убивает нетворкинг. Я сейчас спешу, потому что мне времени мало. На самом деле, не спеша, спокойно поговорив, вы можете решить гораздо большее количество вопросов. Конечно же, мне в ответ говорят, слушайте, но кто мне даст, например, 45 минут времени действительно очень важного высокого человека. Ответ хранится в, опять же, доверии, потому что оно со временем строится. Я вам покажу методику выстраивания доверительных отношений шаг за шагом, каким образом это работает. Нет денег – тратьте время. Вот это ведро ресурсов, которое, в принципе, я понимаю, почему нетворкинг работает. Либо вы очень глубоко строите бренд и начинаете выстраивать бренд-аверонес с точки зрения построения имиджа, вкладывая деньги, либо вы тратите время. И того избежать не получится. Я вам покажу два кейса очень интересных, но, в принципе, опять же, ведро, время, энергия равно деньгам, которые дают вам, опять же, доступ к недостающим ресурсам и четкое понимание, куда вам эти ресурсы тратить. Это осознанность. Если вы понимаете, мне нужно построить небоскреб. У небоскреба необходимо выдержать вот такую техническую спецификацию. Необходимо… Ну, любой проект, если разобрать по косточкам, то там от 500 до 1200 человек, в принципе, должно быть задействовано. Я имею в виду большой сложный проект. Осознанность – это вектор, который показывает направление, где находится ваш северный полюс, для чего вам нужны эти ресурсы, куда вы идете, с кем вы идете, кого вы зовете. И существует просто, например, птица высокого полета, которая с подробно, одним словом, нет, закрыть ваш проект напрочь. Ну, в строительстве это, например, главный архитектор города Москвы. Либо вы получаете разрешение, либо вы не получаете. И либо ваш небоскреб 18 этажей, либо он 38 этажей. Либо в какой-то момент он почему-то уменьшается на два этажа, потому что это захотелось. Доверие – это экономия времени. В результате, когда у вас есть доверительная экономия, доверительное отношение, вы можете сэкономить время. Когда ко мне в прокате подошли ребята и сказали… Я в Португалии просто прожил полтора месяца как раз летом. И они говорят, вот возьми машину в прокат Smart. Я говорю, нет, Smart не знаю такой марки. Они говорят, это Mercedes. Я говорю, о, тогда все понимаю. Да, ну вот сразу логика понятна. Smart не знаю, Mercedes знаю. Соответственно, выстраивается Дэри тут же сразу моментально. Соответственно, знаете ли вы вот такую торговую марку на картинке? Сейчас закрою вот так вот название. Кто узнает? Автомобилисты знают уже, потому что следили. Это новый Bentley. Необычно, да? Вот в принципе даже по самому автомобилю. Они выпустили Sport Utility Vehicle, первый в истории марки. Заявили об этом 15 числа на автосалоне в Женеве. Это реально сложный продукт с длинным сроком сделки. Почему? Потому что о Bentley вы знали сильно загодя. У вас есть построенный мир, в котором это статусный автомобиль, адски дорогой. Вы знаете, что это недоступен, этот автомобиль в среднем недоступен слоям населения. Поэтому ТРТТ. Более того, очень интересный переход. Я прочитал сразу моментально в новостях. Первый потребитель автомобиля Bentley Bentayga королева. Великобританская, собственно, Majesty Queen. Это очень красивый ход. И вы понимаете, что продукты граничны. У меня есть очень интересное отношение. Когда я выстраиваю, опять же, просто учусь у бренд-менеджеров премиальных марок. Я прихожу и слушаю, смотрю, как они выстраивают, опять же, вот такие длинные коммуникации. Как строится марка Bentley? Она строится у меня на глазах, потому что у меня есть доступ к ресурсу, к знанию, к опыту и к навыкам определенных людей. Не будем никого рекламировать здесь, но, в принципе, у меня мало времени. Я сейчас побегу быстро. Давайте дальше. У меня есть интересная задачка сфотографироваться на взлетной полосе. Я не смог сюда поставить самолет, потому что у меня его пока нет. Если у вас есть кто-то знакомый с Private Jet и с выходом на частные взлетные поля, приходите ко мне, познакомимся, пообщаемся. У меня есть вызов такой в течение года сделать фотосессию на взлетной полосе с определенным уровнем самолета. Мы выстраиваем конвейер. Конвейер – это когда вы отгружаете товар, отгружаете следующий, следующий. Отстань не до тебя. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда вы ждете клиента, и наконец-то он пришел. Наконец-то он пришел, открылась дверь, зазвенил звоночек, случилось чудо. Это две крайности – влево и вправо. Вы живете где-то в среднем посерединке. Так произошло. Соответственно, иногда клиентов не хватает, иногда клиентов адски много. Как этот процесс контролировать, как его направлять – непонятно. Я вам покажу в этом как раз высокие, очень важная ценность этого слайда в том, что вы стратегически выбираете для себя позицию на рынке. Смотрите, высокий доход – это невероятно высокое внимание к человеку, который что-то захотел от вас как поставщика услуг. И это невероятная стремительная скорость реакции на его запрос с вашей стороны. Хороший клиентский качественный сервис. Например, низкий доход – это, соответственно, долгая, медленная скорость реакции, невысокое внимание, потому что вы не можете уделить достаточного внимания, потому что таких клиентов у вас может быть десятки тысяч. У вас очередь. Здесь очереди нет. Здесь сознательно выстроена ситуация ожидания. Вот это три пирамиды, которые дают вам понимание, как. Я сейчас это пропущу. Вот она, например, пирамида с точки зрения ценностей, с точки зрения денег. Понимаете ли вы, например, что 300 миллионов рублей существует на рынке, продукт либо объект сделки, которые задействуют такого рода деньги? Я думаю, что у вас, у кого-то из вас, ну, такие сделки проходят. У меня, например, в среднем агентстве мы живем вот в этом сегменте. И мы себе отрезали вот до миллиона рублей, потому что дальше неинтересно. Нам просто уже неинтересно с этим возиться. 12 лет назад я танцевал и веселился, когда у меня были какие-то сделки вот в этом сегменте. Между 100 и 500. Это было круто. Это было достижение. Сейчас мне вот надо сознательно отрезать. И более того, к следующему году мы будем отрезать опять же миллион 200, потому что это тоже уже неинтересно. Вы очень четко должны понимать, какие продукты есть в вашей линейке. Вы должны понимать, какую часть этой пирамиды вы задействуете. Потому что там, где начинаются вот смешные сделки по тысяче рублей, и в такие сделки я сейчас тоже играю, как преподаватель, мне интересно пощупать, попробовать этот низкий сегмент. Вы понимаете, что обслужить хорошо и качественно человека, который принес заветные потные ладошки, отдал вам последнюю тысячу, вам тоже нужно по-хорошему, ну, как бы хорошо и качественно. Но когда у вас 300 человек таких, или больше, или 600 человек, вы получаете эти 600 тысяч в месяц, но вам необходимо сделать из этого конвейер. Нетворкинг, и особенно персональный нетворкинг, это в первую очередь модель лондонского портного. Это невероятные личные отношения, когда он, зная всю историю вашего тела, как оно раздувалось, сдувалось, менялось, у него все эти мерки в течение 8 лет уже записаны. Вот я в Бангкок сейчас прилетаю, у меня там есть личный портной, он смешной индус пакистанского, как он говорит, происхождения, которое, в принципе, работает. Смотрите, количество в этот момент не может быть большим сделок. Вы не можете отпустить товара, потому что он с высокой ценой, с максимальным вниманием, и это время. Но это ваш выбор. Мы в агентстве сознательно повышаем и идем вот сюда. Это наш путь. Когда нам плохо, мы занижаем планку, да, и падаем, но тут же ощущаем, ну, как бы изменение. Эй, камон, ребята, вы нас перестали любить, что происходит? Ну вот, вот такого ряда. Соответственно, низкая цена, высокая частота спроса и внимание минимальна, и вы падаете в низкую цену, но высокие обороты. Там сидит Ашан, ну, образно говоря, по модели продаж. Субботняя очередь. Если вы приходили когда-нибудь в Ашан в 18 вечера, вот это вот здесь, соответственно. И вы готовы за это платить, потому что экономия очевидна и понятна. Пропущу какие-то слайды. Не надо втираться в доверие, нужно длительно устраивать работу по выстраиванию отношений. Каким образом это работает? Вы сначала на маленьком кирпичике показываете свою способность сделать результат, сделать свое дело. И через персональный нетворкинг вы продолжаете эти отношения до тех пор, пока у вас не выстроится небоскреб. Как это работает? Хорошо. Как это работает в случае? Вы знакомитесь с человеком. Он говорит, окей, я вам дам первый проект. Поверю. Вы сделали. У вас появляется шанс на второй проект. У вас появляется второе качество проекта, то есть второй уровень. После этого появляется возможность уже, например, не встречаться с человеком, созваниваться с ним, списываться с ним по электронной почте и переводить общение в онлайн-режиме. До тех пор, пока у вас нет второго проекта, вы не можете получить такого рода вещи. Читать, слышать, видеть, переживать. Вот сейчас, например, мы с вами находимся в максимально высоком уровне. Вы меня видите, вы меня переживаете. Мы с вами единственное не в диалоге. Я в монологе сейчас. У нас не хватает этого. Встречайтесь с клиентами вживую, общайтесь с ними, потому что это максимальная степень вовлеченности в диалог, когда вы их слышите и когда они могут вам сказать, чего им не хватает. Опять же, мы это все не воспринимаем как важные вещи. Если вы хотите получить полную копию этих слайдов, вы можете записать этот телефон, отправить туда смс своим именем и с вашим e-mail. Я пришлю вам ссылку на PDF. Вы сможете это скачать, потому что дальше у нас остаются, опять же, цифровые… Да-да-да-да. 925-485-46-44. Не пишите сразу сейчас, но в течение часа сделайте это. Что такое клиенты 10x для нас, например? Клиенты, которые позволяют нам зарабатывать миллионные миллион 444 тысячи долларов в обороте, суммарно, опять же, на одном из клиентов. Это revenue. В digital хорошо, что существуют высокие доходы с точки зрения того, что у нас низкие затраты, например. Мы сознательно планируем количество встреч, количество людей в маркетинге, количество встреч с брендами, количество регионов, с которыми мы общаемся. Это все стратегия. Мы продумываем эти вещи. То есть мы их закладываем заранее и думаем об этом. И плохо, если, опять же, не совпадение по целям. Вот он, телефон, если что, вдруг. Мы лезем сознательно вот сюда, в этот уровень сегмента, который очень сильно отрезанно, ограничен от всего остального. Внизу низкий барьер входа. Вы можете прийти, устроить дизайн-студию, тут же завтра посадить двух дизайнеров, заплатить им смешных денег, они будут у вас работать. Это низкий уровень входа. Низкие чеки, низкокачественные потенциальные клиенты. Клиент урод заплатил 300 рублей. Я говорю, ну блин, ты выбрал сам себе такой сегмент. Прости, сова. Много ресурсов тратится на предоставление услуги, либо на реализацию продукции. Тут же моментально появляется история про высокую конкуренцию где-то здесь. Существенный барьер для входа – это либо ресурсная история, либо ограничительные вещи, связанные с барьерами. Нужно купить станки, нужно купить офис, нужно купить какие-то вещи, которые, соответственно, не дают перелезть в этот уровень. Тут сыпется большинство малого бизнеса, не понимая, что они не могут пересечь эту черту. А здесь начинается то, что я называю флаттер. За определенным барьером появляется, опять же, свобода, скорость и мобильность, потому что дальше получается очень быстро, но задорого. Но там нужно тратить другие ресурсы, которые опыт. Нетворкинг – это симбиоз. Вы получаете выгоду от одного человека, дарите ему что-то, он обменивается с вами, в результате у вас у всех хорошо. Вот он, симбиоз в природе. Материальный ресурс – это деньги. Нематериальный ресурс – я вам сегодня выдал бесплатной информации на несколько тысяч долларов. Я понимаю ценность этой информации. Это мой подарок вам, для того, чтобы вы потом пришли и сказали «давай еще». Интересно. Ну, я это совершенно осознанно делаю. Мы пропустим практикум, потому что не успеваем это сделать. Станьте хабом, сделайте так, чтобы к вам обращались люди, которые в какой-то момент спрашивают, где найти, с кем поделиться. Это нетворкинг, это персональный нетворкинг, как он работает. И клиенты 10x, в первую очередь, находят себя в вас. Это список наших клиентов, с которыми мы имели честь работать. Очень рассчитываю на то, что ваши логотипы в какой-то момент появятся здесь. Это высокий уровень. Это действительно очень сложно. С кем-то мы работаем не напрямую, с кем-то мы работаем через руки, опять же, агентств, с которыми мы очень любим работать. Поэтому приходите к нам, если у вас есть такого рода клиенты, мы будем вам помогать. И самая главная идея, которую я хочу вам оставить, как помогать зарабатывать клиентам более 10 миллионов рублей в неделю. Очень просто. Начните помогать им зарабатывать очередной миллион. Вот если вы понимаете свою ценность, то тут все, дальше сделка происходит сама собой. Давай еще, давай еще, потому что это приносит мне денег. Если у вас в продукте заложена системная ошибка, и вы не понимаете его ценность, как она приносит клиенту доход, в этом проблема вашего маркетинга. Я очень надеюсь, что об этом вам расскажут другие докладчики. Я об этом буду сегодня мало говорить. Если вам интересно, я сейчас сделал первый эксперимент. Мы провели программу менторинга с правительством Москвы. Я занимался тем, что учил хорошие оффлайновые проекты, которые получили пинок и начали развиваться гораздо быстрее. Записывайтесь, адрес сайта lbugaev.ru, slash mentor. Это, соответственно, программа менторинга, которая поможет вам в ваших конкретных ситуациях. Это работа один на один. Живьем в Москве, либо по скайпу. И буду рад, опять же, подписать книги, если они у нас есть. Полина скажет, да, они у нас есть. Две книги, которые вы можете найти в магазинах этого города и в онлайне. Мобильный маркетинг и мобильный нетворкинг. Это о том, как знакомиться, как устанавливать отношения. Надеюсь, вы поняли всю ценность этого инструмента. 20 числа у меня марафон. Пругайте меня, поддерживайте. Это, в общем, важное событие в моей жизни. И мы под это дело, опять же, делаем программу MaxEffect Marathon. Достижение сложных, важных целей. Адрес сайта lbugaev.ru, slash MaxEffect. Можете посмотреть, записаться. В понедельник мы стартуем. У меня остались секретные слайды, которые там получат те, кто отправит свои контакты. Времени, к сожалению, уже нет. Поэтому спасибо за ваше внимание. Это самый ценный ресурс, который у вас есть. Спасибо большое, Валюта. Ну, это все-таки последний вопрос от меня, потому что у нас не осталось времени на вопросов от зала. Следующий вопрос. Какое же главное правило вы порекомендуете участников в продажах? Самое главное. Смотрите на этот мир глазами вашего покупателя. Это невероятный разворот, потому что вы думаете, что ваш продукт офигенный, он крутой, он правильный. Вы думаете, ну почему же его не покупают? Потом, когда вы начинаете… Я очень люблю утром в 10.30 утра у меня начинается пиковая активность, это когда письма начинают валиться. Я думаю, так, человек перешел на работу, налил чашку кофе и начинает мне, как поставщику услуг, писать письма. Я в этот момент понимаю, насколько по-другому я думаю, как человек, который выполняет для него работу. Вот когда вы научитесь, по-английски тоже называется, ходить в ботинках другого человека, это лучший ход, который я в маркетинге прочувствовал, понял, потому что в какой-то момент мне пришлось одеть пиджак, потому что так ходят мои клиенты, а не то, чтобы я это очень любил. Потому что так они определяют свой чужой, потому что так они меряют и сравнивают, опять же, поставщиков услуг. И уметь подумать, как думает мой клиент, принять эти решения, это будет самым ценным, что я могу вам сегодня оставить. Спасибо. Спасибо большое. Я прошу вас задержаться по 2 минуты внутри. Спасибо.